В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Нам надо успеть до начала курортного сезона. Новый сквер и расширение улицы Ленина. Глава Анапы проинспектировал ход работ. Они готовы сотрудничать, готовы взаимодействовать. Выбираем Анапское. В чем конкурентные преимущества местного производителя? Я к вам пишу, чего же больно? Словами великого поэта. В Анапе прошли литературные встречи, посвященные памяти Александра Сергеевича Пушкина. Строительство социальных объектов и тротуаров в сельских округах, что важно в первую очередь там, где ходят дети, у школ и детских садов. И на этом сделал особый акцент глава Анапы. Постоянный контроль за внешним обликом курорта, подготовка к сезону уже идет полным ходом. Борьба с самостроями. Эти и другие темы обсудили участники общегородского планерного совещания, которое провел сегодня Юрий Поляков. Подробности в нашем сюжете. В центре внимания городской администрации борьба с самостроями. На прошлой неделе по решению суда снесли построенную на муниципальной земле гостиницу в селе Витязево. И эта работа, по поручению главы Анапы, будет продолжена. Курортному сезону необходимо навести порядок и с объектами торговли. Не только устранить все нарушения, но и заняться внешним видом. Особенно это касается тех точек, которые расположились вдоль дорог. Привести их в состояние, согласно с тем брендбуком, который у нас есть, когда гости въезжают на территорию курорта, это сразу бросается в глаза. Как выглядят объекты, так они будут относиться к курорту. Городские коммунальные службы уже активно готовятся к началу сезона. На набережной восстанавливается тротуарное покрытие, которое пострадало от оползня. Сотрудники ремстроя красят урны и скамейки. Ведется обрезка деревьев и дополнительное озеленение улиц города. Завершила свою работу международная туристическая выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». В ней приняло участие свыше 200 производителей продукции и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также санатории и здравницы. На выставке приняли участие около 230 экспонентов, в том числе 70 представителей туристической отрасли. За три дня выставку посетило 3500 человек. По итогам работы заключено свыше 170 соглашений о сотрудничестве. Грязь на дорогах, вблизи строящихся объектов, в очередной раз вызвала резкую критику главы «Анапы». Строительный мусор и земля грозят испортить облик Пионерского проспекта. В рамках подготовки к курортному сезону мы не можем с вами допустить, чтобы все, кто строится на Пионерском проспекте, там гостиницы, дома, что они стоят, чтобы они всю грязь вывозили на Пионерский проспект. У нас есть мунконтроль, загружен работой вот так, то есть снос у него, у него снос, ролет должен стоять. Вам надо объехать все стройки в радиусе Пионерского проспекта, кто выезжает, есть ли у них пункты мойки, если нет, нам такая стройка не нужна. Кто будет сейчас мыть Пионерский проспект, кто будет подметать там все это делать? Солнце засветило, пыли, как в деревне будет. Это приоритетная задача, если еще раз такое будет, весь мунконтроль пойдет туда и будет там убирать тогда сам этот Пионерский проспект. Понятна задача? Да, Юрий Федорович. В детском саду номер 2 Орленок строители перешли к монтажу фасада здания. Все работы идут по графику. В поселке Пятихатке на базе кадетской школы должен появиться новый спортзал. Деньги должны прийти из краевого бюджета. Юрий Поляков поручил в кратчайшие сроки подготовить проект и все необходимые документы. О результатах проделанной работы заместителям главы предстоит отчитаться уже на следующей неделе. Руслан Душевский, Анапа, регион. Сегодня в Анапе запущены сразу несколько масштабных проектов по благоустройству. Новый сквер строится возле храма иконы Божьей Матери. Продолжаются дорожные работы на одной из главных транспортных артерий города – улице Ленина. Магистраль расширят, добавив дополнительные полосы. Если этого не сделать, то эта часть города просто вздохнется в транспортном коллапсе. И успеть нужно к началу сезона. График очень плотный. Работа не прекращается и по выходным. В субботу здесь побывал Юрий Поляков, который лично контролирует весь процесс. Еще две недели назад на этом месте был пустырь. Теперь уже видны очертания будущего сквера. Предложение разбить в этом месте парк озвучил на приеме главы местный житель Леонид Колыбин. Поляков тогда идею поддержал и взял под личный контроль. Ее реализация не заставила себя ждать. В конце января здесь начали работать специалисты ремстроя. За это время они уложили свыше 120 квадратных метров тротуарные плитки и установили 300 погонных метров поребрика. На месте пустыря высадили декоративные кустарники, два десятка сосен и лип. По проекту на территории сквера появятся тротуары, скамейки и освещение. Закончить работы планируется к весне. Второй пункт субботней инспекции главы Анапы – расширение улицы Ленина. После массовой застройки этой части города дорога не справляется с многократно увеличившимся автомобильным трафиком. Один участок трассы от Амелькова до Кольца около автозаправки «Лукойл» уже расширен. Теперь там укладывают асфальт. Сейчас строители приступили к выемке грунта на втором участке от улицы Амелькова в направлении улицы Крылова. Нам нужно делать уширение около скорой помощи. Вот там еще нам очень сложно. Крылова Ленина, правую сторону делаем уширение и уходим в сторону Лермонтова. Это у нас задача, я не знаю, нам надо успеть до начала курортного сезона. После реконструкции на улице Ленина будет организовано четырехполосное движение. Сейчас полосы всего две и в часы пик там образуются длинные пробки. После ремонта ширина проезжей части будет увеличена до 15 метров. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Обеспечение предприятий санаторно-курортного комплекса продукцией местных производителей. Круглый стол по этой теме прошел в рамках выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Сейчас в преддверии нового сезона здравницы Анапы находятся в поиске поставщиков. Почему сегодня выгодно выбирать именно местного производителя и какие конкурентные преимущества есть у анапских предприятий, ответы на эти вопросы знает Анна Жукова. Международная выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» – это не только экспозиция товаров, народного потребления, продуктов и услуг. Это еще и деловое общение между будущими партнерами. За круглым столом заместитель главы администрации, представители управления сельского хозяйства и Санкуры Анапы. Поддержим отечественного производителя. За круглым столом это не только красивые слова. Губернатор региона Вениамин Кондратьев задал вектор на использование кубанской продукции. Регулярно в Анапе проводят рейды с целью выяснить, в каком объеме в анапских магазинах представлена местная продукция под лейблом «Сделано на Кубани». Есть положительные примеры. Конфеты с надписью «Анапа», овощи, фрукты и зелень из местных тепличных хозяйств, виноград, вино, мясо, а главное – продукт социальный – это хлеб. Много вопросов возникает именно со сбытом. Наши производители хотят вести диалог для того, чтобы попасть именно в наш санаторный комплекс, для того, чтобы приезжающие наши отдыхающие, которые приезжают, видели нашу продукцию. Наш хлебокомбинат большой, они готовы работать в любой сезон, хоть это сезон, скажем так, летний, хоть это зимний, они готовы сотрудничать, готовы взаимодействовать. Организаторы выставки надеются, что такие круглые столы сделают политику поставки продукции на столы потребителей более прозрачной, а само застолье более вкусным. Покупая местного производителя, вы оставляете налоги здесь. Это самое важное, самоценное. Эти налоги идут на развитие города, этому зарплату учителям, врачам и так далее. Не хлебом единым жив человек. Хлеб наш насущный, хлеба и зрелищ. На этом предприятии о хлебе говорят в прямом смысле, безо всякой метафоры. Генеральный директор Анапского хлебокомбината Сергей Яндовицкий на предприятии 4 года. На фото до и после фойе комбината можно увидеть, каким он был до прихода Сергея Анатольевича. Деньги в предприятие не вкладывали. А у него был опыт поднимал с колен масло жировой и другие заводы Кубани. По профессии военной Яндовицкий с головой ушел в изучение хлеба. Для него это живой продукт, вкус которого зависит от настроения смены, как вкус борща у разных хозяек. По указанию Яндовицкого в этом святилище хлеба, внимание, к каждой мелочи. Тут каждый батон на вес золота. Может быть, поэтому Анапский хлебокомбинат получил диплом за лучший батон России. Мы сейчас с вами стоим возле пятой линии, на которой производится самый лучший батон России, батон Южный. Этот батон признали лучшим в России в декабре 2018 года. Роскачество России, независимая организация, которая проводит свои независимые от всех исследования. Они проводились в Южном федеральном округе по всей России и на сегодняшний день признали нас лучшими. Это есть подтверждение на сайте Роскачества. Отбор продуктов в ходе конкурса шел анонимно, бесплатно, поделился главный пекарь города. Кстати, сами хлебопеки советуют налегать на хрустящую курочку батона. В ней больше антиоксидантов, а это омолаживает организм. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Анапские солисты представят наш город на краевом фестивале военно-патриотической песни «Пою моё Отечество». В городском театре подвели итоги конкурса. Мастерство участников оценили заслуженные работники культуры и наша съемочная группа. «Поюшки бою» Обладательница гран-при краевого вокального конкурса, лауреат московских и питерских фестивалей, победительница лазурной звезды, золотого руно и территории успеха. В портфолио Ренаты десятки дипломов. В свои 16 вокалистка уже закончила музыкальную школу и оттачивает мастерство в студии в Новороссийске. Любовь к творчеству унаследовала от мамы художницы. Как говорит сама Рената, музыка – это ее путь. Петь старается во всех стилях и жанрах. На конкурс «Пою моё Отечество» школьница подготовила технически сложную колыбельную. По словам солистки, трудно донести ее смысл до зрителя и не поддаться эмоциям. В каждой песне Рената видит неповторимую историю. В первое время, если честно, я не могла добивать последний куплет, и я уже просто рыдала под конец. Но со временем как-то это проходило. Иногда бывают моменты, когда я пою такую песню. Я сначала пою, а потом могу ходить за колеси и там вот это вот все доплакивать. В муниципальном этапе конкурса Рената завоевала первое место. Ежегодно конкурс «Пою моё Отечество» проходит в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участников отбирают в двух возрастных группах и нескольких номинациях. Данный фестиваль проводится с целью военно-патриотического воспитания молодёжи, а также выявления самых ярких и талантливых ребят нашего города, которые уже скоро представят Анапу на краевом уровне. Я желаю всем удачи и творческих побед. Это история нашего могучего государства. Это людские судьбы. Это жизнь нашего великого народа. И спасибо вам, что вы это слабите, несёте и передаёте из поколения в поколение. Россия всегда была тем, что она славилась миром, патриотизмом и в случае необходимости военного революция беззаветной храбростью. На галоконцерте лауреаты конкурса исполнили лучшие военно-патриотические песни. Их наградили дипломами и памятными статуэтками. Уже этой весной 10 анапских солистов и 4 вокальных ансамбля представят город-курорт на краевом этапе конкурса. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Словами великого поэта. Это название литературной встречи, которую провели анапские ценители изящной словесности из Объединения Парус. 182 год назад состоялась дуэль, во время которой был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. Почтили память великого поэта чтением его произведений. Подробности в нашем материале. «Я к вам пишу, чего же боли? Прошли года, прошли века, жива крылатая строка, поныне жжет в груди до боли, Великая была утрата, ушел из жизни в 37». Строки из поэмы стихов Александра Пушкина стали крылатыми фразами. Творчество великого русского поэта изучают в школах и вузах. В его честь названы библиотеки по всей стране. Наверное, в каждом городе есть улица имени Пушкина. С момента трагедии прошло почти два века. Тогда на дуэли с Дантесом поэт получил смертельное ранение. Не доверял я классицизму, ему я дал смертельный бой. Я чувства пропускал сквозь призму, хотел я быть самим собой. Ежегодно пушкинские чтения в городе-гурорте проводят литературное объединение «Парус». Анапские поэты, барды и поклонники талантов вспомнили стихи русского поэта. Акция прошла в формате открытого микрофона. Любой желающий мог прочесть любимые строки или даже представить публике свое творчество, посвященное поэту. У нас есть ежегодная такая гостиная, которая называется «Книги-юбиляры». Потому что ведь есть книги, которые изданы давно. И вот когда круглая дата исполняется, выходу книги, мы собираемся, говорим об этой книге, вспоминаем. Ну, конечно, юбилеи поэтов-писателей и наших российских, и русских, и, конечно, известных с мировым именем. Мы, конечно, обязательно не пропускаем мимо. Обязательно мы об этом говорим и напоминаем всем окружающим. В парусе состоит 50 человек. Сейчас они готовятся к следующему мероприятию. В эту субботу в Центральной библиотеке будет организована литературная гостиная «Мораль сей басни такова». Творческие часы посвятят самому известному русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Вход свободный. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Все выпуски новостей вы сможете найти на нашем сайте на pargium.ru. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова